МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главная тема сегодня – массовый расстрел. На этот раз под прицелом оказались ученики начальной школы. Этот случай стал самым беспощадным школьным расстрелом в истории Соединенных Штатов. Он убил 20 первоклассников и 6 взрослых. Трагедия, возобновившая споры о контроле за оборотом оружия. Полиция заявила, что Адам Ленза использовал винтовку AR-15. В прошлом году в штате Нью-Йорк был принят антиоружейный закон, расширяющий проверку анкетных данных, ограничивающий количество патронов в магазине и запрещающий оружие типа AR-15, которое использовал стрелок в школе Сэнди Хук. Мы приняли этот закон для сокращения риска использования винтовок с магазином большой вместимости. Но желаемого результата это не принесло. Американские военные до сих пор используют это оружие. Мартин Тритоло, владелец TNT Gunnery, оружейного магазина в Нью-Йорке. Последние 6 месяцев он продает эту модифицированную модель винтовки AR-15, разработанную специально с учетом закона об оружии штата Нью-Йорк. Это оригинальная пистолетная рукоятка, более удобная. На этой винтовке пистолетная рукоятка отсутствует, ее убрали в связи с требованиями губернатора. Теперь ее нужно держать таким образом, не как раньше. Но в остальном это та же самая винтовка. Вот старая модель. Вот новая, до, после, старая, новая, нелегальная, легальная. Эта модифицированная винтовка стреляет с той же скоростью, с той же силой и теми же пулями. Одним своим присутствием на рынке она проделывает дыру в новом оружейном законодательстве Нью-Йорка, которое считается самым строгим в стране. Компания BlackRain Ordinance, производитель оружия в штате Миссури, выпустила линию соответствующих новому закону винтовок после получения устного согласия властей Нью-Йорка. Мы пришли к ним и сделали свое предложение. Они посмотрели и сказали, что дают согласие. Полиция Нью-Йорка заявила, что эта винтовка соответствует требованиям штата. После некоторых косметических изменений, такое оружие, видимо, перестало быть боевой винтовкой. Профессор уголовного права Джеймс Джейкобс написал книгу о реформе оружейного законодательства. Реформа не возымеет успеха, если будет основана на внешнем виде оружия. Идея разделения вооружения на две категории – хорошее и плохое – абсолютно нелепа. 300 миллионов единиц огнестрельного оружия в США находятся сегодня в руках гражданского населения. 40% американских семей имеют его дома. По сути дела, все огнестрельное оружие выполняет одну функцию – стреляет пулями. Если будет наведено на человека, может убить или нанести серьезное ранение. Производители модифицированных винтовок заявляют, что они не действуют в обход принятого в Нью-Йорке запрета на оружие. Просто пытаются соответствовать закону, который ввели избранные народом чиновники. Марина Портная, РТ, Нью-Йорк.